Что такое советская власть? В чём заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять ещё в большинстве стран? Сущность её, привлекающей к себе рабочих каждой страны всё больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, как или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, при том, в массовом числе, как раз все классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остаётся господство капитала, пока земля остаётся в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советом передаётся вся друг удачная власть. Вот почему, как не клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех, трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалёком будущем победить во всём мире. Мы хорошо знаем, что у нас ещё много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман, она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она даёт возможность переходить к социализму, она даёт возможность подняться тем, кого угнетали и самим брать ещё больше и больше свои руки, всё управление государством, всё управление хозяйством, всё управление производством. Советская власть есть путь на теоризму, найдённый массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.